Что ты, Филя? Филюха. Вот такой. Неугомонный. Всем добрый день. Сегодня собирались поехать в Архейс. Поездка не и получилась, потому что позвонили с работы. Сказали, что надо в 12 часов уйти к фотографу, сфотографироваться на доску подсчета. Поэтому, скорее всего, зад. Ах ты! Вот такой у меня котик. Гладить нельзя. Вот. И сказали, что надо сфотографироваться. И завтра уже, скорее всего, мы, наверное, все-таки соберемся, поедем в Архейс. Работаю я в троллейбусном предприятии Ставропольском. Пришел я туда сразу после службы в армии. Служил я на Байкаломорской магистрали. Вообще, моя жизнь состоит из случайностей. На БАМ я-то случайно попал. Не по своей воле, конечно. Но это, может, как-нибудь потом расскажу. Я это вообще-то не моя любимая тема. Про БАМ рассказывать. Просто, когда я пришел с армии, не трогай камеру. Филя! 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 Нельзя! Филя! Филя! Ты что хулиганишь, а? Нельзя! Ну вот. Значит, с другом детства мы вместе призвались в армию 8 мая. Он чуть раньше пришел с армии. И когда я с армией пришел, он ко мне пришел домой и предложил пойти отучиться на водителей троллейбуса, и пойти в троллейбусное предприятие работать. По тем временам в троллейбусном предприятии очень хорошо, хорошие деньги платили. Можно было заработать до 500 рублей. До 500 рублей, да, получали. Это она была работать по 12 часов там. А так, если работать, можно заработать было 250 рублей. Ну, до 300 рублей это точно было работать, если работать по смене с напарником. Ну, и вот так у меня получилось, что попал я в это троллейбусное предприятие. И так практически всю жизнь я там проработал. И сейчас продолжаю работать. Хотя я оттуда увольнялся, конечно, работал. На заводе я работал. Есть у нас такой завод, радиозавод. Сигнал называется. Там даже оборонный такой. Цех есть, оборонку там делали. Там я на заводе проработал 6 лет. До тех времен, конечно, пока завод не закрыли. Началась перестройка, начали заводы закрываться. Нас отпустили в отпуска. И потом я остался без работы. И поэтому опять пришел уже, опять в троллейбусное предприятие. Уже второй раз пришел. И как стал там и работать. И до сих пор там работа. Ну, а сейчас, видимо, решили меня сфотографировать, повесить на доску, мои фотографии на доску почет. Такая запланированная поездка в Архиз сорвалась у нас. Ну, я думаю, что завтра мы точно соберемся. Если там никаких других дел не будет, то мы, значит, наверное, поедем уже в Архиз. Посмотрим там. В Архизе я был осенью того года. Целый год я туда не ездил. Там шло строительство. Там есть такой поселочек Романтик один. Ну, там есть канатка. Там стройка шла, что строили там. Ну, короче. Завтра мы, наверное, скорее всего туда и поедем, посмотрим. Ну, вообще тут, как бы я после школы, после окончания восьмого класса поступал в технику. Здесь у нас в городе, в городе, ну, сейчас это колледж связи называется. Раньше он назывался электротехникум связи. И вот после восьмого класса я решил поступить в электротехникум связи. Там такая была группа Р-8 или П-8, уже даже не помню, давно очень было. Ну, это по подстанции. В общем-то, подстанции там были. Их было на базе восьмого класса и на базе десятого класса. Ну, поступить мне не удалось, потому что не набрал проходной балл. Там по математике чуть-чуть у меня оценка троечка получилась. Он пошел, открыл тебе дверь и иди, ты уже замучил. Зайдешь туда – иди. Вот. Один балл я там не набрал. Так что потом опять я, значит, пошел в девятый класс уже в школу. В свой класс. Отучился, значит, девятый-десятый класс. Хотел поступить опять же в электротехникум связи. Начал готовиться к экзаменам поступления. Ну, а чтобы как бы не обеременять родителей, устроился на завод работать. У меня там одноклассник работал токарем. Ну, устроился этого презеровщиком работать. Думаю, у матушки на шее не сидеть. И вроде бы как и деньги свои будут. Вот на такой завод у нас автоприцеп. Это дочернее предприятие команды было. Здесь делали прицепы, полуприцепы. И вот на армии я работал на заводе автоприцепов. Уже с армии ушел я, значит, вдали. Второй нам разряд. И вот в армию попал я в армию железнодорожного войска. Сначала в учебном полку я там служил. А потом на бам попал. Вот так вот. Друг пришел, когда я с армией пришел, и предложил меня тоже пойти водителем. Ну, вот мы водителем с ними работали. Три года мы там отработали по договору. В принципе, заработки хорошие здесь были. Мы были основными перевозчиками города. И сейчас у нас бардак в городе творится. Где-то около полторы тысячи маршруток ходит по городу. В основном газели, пазики откуда-то взялись. Даже за свой город как бы обидно. Такой город. У нас много троллейбусов было, автобусов. Сейчас и автобусов, и троллейбусов все развалено и ходят там. Маршрутки конкуренцию сделали. Поэтому город не хочет ничего делать по обновлению троллейбусного и автобусного парка. Но все равно мы продолжаем там работать. В Архызе так скажу, что в Архызе я в том году поехал. В Архызе мы были, как раз началось бабье лето. Попали туда очень теплая была погода. Там очень прекрасная погода. Прекрасные места, там такие горы. Тепло. Если сравнивать, например, с Домбаем, то в Домбае намного холоднее. В Архызе погода примерно такая же, как и у нас в Ставрополе. Может даже на пару градусов там и теплее. Там везде защищают горы, так что там тепло. Ветра особого там нет. Можно там прекрасно отдохнуть. В основном, конечно, Архыз это, скорее всего, такой курорт горнолыжный. Но он еще, конечно, строится, развивается. Потому что мы думаем поехать потом еще зимой в Архыз. На лыжах там покататься. Посмотреть вот сейчас. По моему звуку смотрю как раз про Архыз. Или опять идешь. Тихо мериться вот как. Я хочу Архыз посмотреть там. Поехать, поехать. Поедем. А вот это грибов покупаем. Мед там покупаем. Там намердит, настаивается там. С шишками мер, с орешками, со всем остальным. Вот. Вот что я хотел рассказать. Сейчас уже надо будет собираться на работу. Садим сфотографировались. Ну, пока на этом, наверное, и все. Садим сфотографировались. Продолжение следует...